Итак, всем доброго уже утра. Правда, у меня ролики некоторые загружаются, некоторые у меня не видны, где-то видны. В общем, непонятно, что творится в Ютубе тоже. Но в любом случае, я с ним знаю, что в течение суток они все загрузятся. Итак, поскольку вы знаете, что пока нет возможности перенести сюда полностью и показать, поэтому я просто вам объясню, как провести этот сильный ритуал. А вы сами проведете и добьетесь результата. Значит так, испокон веков, в трудные минуты, в такие неблагополучные, ведающие к волхвам, для того, чтобы те в защиту, чтобы не пострадали их финансы, чтобы не пострадали дети и прочее. Это может быть что угодно. Это может быть мор, это может быть голод, это могла быть война, конфликты между племенами, какая-то вражда, вражда между семьям и так далее. Когда было опасение своей жизни, имущества, когда был страх потерять все, когда был страх остаться ни с чем и быть в незащищённом положении, шли к вишунам для того, чтобы те помогли им пережить это время. И ведающие люди создавали вокруг них защитный круг. Вот то, что я сейчас вам хочу подарить, никто никогда в жизни вам бы не подарил. И я вам ещё раз объясняю, что очень многие ритуалы, которые я дарю, испокон веков ведьмы этими ритуалами зарабатывали и прославлялись, и правильно делали. И я не говорю, что это неправильно. Это правильно, но мало кто рисковал собой, потому что за это всё очень большая плата. И не каждый любил людей до такой степени, чтобы дарить им такое количество сильных работ. Даром! Между тем, это всё можно было делать самой и получать за это плату. Учтите это. Но невзирая ни на что, как говорится, да не оскудеет рука отдающего, сколько бы я ни давала людям, мне это всё возвращается. И в финансовом плане, и в плане благодарности, и защиты, и прочее, прочее. Итак, вот у каждого из этих людей был свой секрет, своя тайна, каким образом создавать вокруг человека защитный мир, его мир. В этом мире всё было незыблемо, всё вело к достатку, всё было защищено. Вокруг был хаос, вокруг была война, вокруг был голод и что угодно. Вот это делали знающие люди, или оставляли своим потомкам, чтобы те себе помогли в такие трудные минуты, исторические, такие переломные моменты. и если кто-то, скажем так, изучал историю воин, или изучал историю таких вот, знаете, чумы, холеры, моров всяких и прочее, или какой-то там политической игры, грязной, в любом случае, у всех было всё плохо, а у этой семьи всё же был достаток. У них из ниоткуда появлялись деньги на пропитание, у них из ниоткуда появлялась помощь, из ниоткуда. Я вам подарила очень большое количество ритуалов, особенно сейчас, понимая вашу растерянность, страх и прочее, прочее. И я хочу вам сказать, я хочу вас заверить, что люди, которые просто в сторону, не пришли ко мне и говорят, ой, вот там карантин, что нам делать, кушать нечего и так далее. Вот такие тупости, когда пишут, меня действительно уже выводит из себя вот это всё. Я не могу повлиять на мировые процессы, мировые процессы должны происходить. Я не Господь Бог. Знаете, это Алёна Полынь влияет на мировые процессы, на все народы, за мир молится и просто руководит планетой. Я скромная ведьма, у меня нет таких великих возможностей приказывать богам силам и приказывать силам мироздания. Есть вещи, которые должны произойти, есть вещи, которые человечество должно пройти. И только тупые существа берут на себя какую-то там функцию миротворцев, я не знаю, спасителей человечества. Это смешно, конечно. Я, конечно, могу двух мышей поставить там посредине какую-то там уже зажжённую свечу и помолиться за весь мир, чтобы во всём мире всё было хорошо. Это такие там колдуны делают, там включили камеру и сказали, снимаю порчу со всей России. Все написали, лохи, естественно. Ой, спасибо большое, вы так хорошо всё помогли. Я могу, конечно, например, так, всё, давайте не будете вы решать, что грубовато, что нет. Я не люблю это всё. Я и колдунья, и ведьма в одном лице. Так вот, могу ещё, как некоторые делают, знаете, так капая свечой, говорить, ой, чувствуется, в последнее время кто-то из вот тут, вот прям чувствую, кто-то плакал, кто-то переживал и так далее. То есть пальцем в небо в последнее время очень многие плакали и очень многие переживали, понимаете, и только дураку непонятно, что это всего лишь действие на психологию человека. Вот, мол, ой, кто-то плакал, прям чувствую. Да все плакали, прям чувствуешь. Но вот когда говорят подробности жизни, вплоть до имён, до даты рождения, это другой вопрос. А так, знаете ли, чувствую, в последнее время кто-то там трусы надел чёрного цвета, очень много, как оказалось, поэтому неудивительно, что такие процветают. Так вот, когда шли к ведьмам, к колдунам, и после этого у этой семьи был достаток, то есть вот этот мор, вот этот мракобесие, этот хаос вокруг происходящее абсолютно не трогал, не затрагивал эту семью. Вы когда-нибудь слышали такое выражение? Они как заговорённые, вот с ними ничего не случается, там весь мир в таком ужасе, они прям как заговорённые, как жили, так и живут. Вот именно заговорённые. Все рождаются, кому доносило, их называют ведьмами, это ближе и понятнее. Но потом они занимаются колдовством, я уже об этом говорила. ведьмы и колдуньи, поклонение и служение. Вот вы поклоняетесь силам и получаете, что хотите, если вы поклоняетесь и делаете, что я говорю. А я служу, а я не могу не делать, потому что я родилась для того, чтобы служить им. Понимаете разницу? Давайте дальше пойдём. Итак, вот то, что я вам сейчас подарю, это создано на основе именно вот этих знаний. Понимаете? именно на основе того, что давали в древние времена ведьмы, людям, а точнее сами проводили. Вот то, что они сами проводили и за это брали плату немалую, я сейчас дарю вам. Я надеюсь, что вы оцените. Жемчуг, который мечут, сами знаете, хочется, чтобы действительно большинство людей понимали, с какой ценой это всё им отдаётся и насколько это нужная вещь для их жизни и насколько это нужно ценить на самом деле. Потому что вам даром даются просто спасительные вещи, которые никто никогда вам просто так бы не подарил. Итак, пойдёмте вперёд. Что вам нужно для этого? Это называется «Я создаю свой мир». Мир – это значит защитный круг. И в этом защитном кругу ваша семья, вы не пострадайте в самые кризисные моменты для мира. Абсолютно не пострадайте. Более того, эти работы настолько помогают людям, что есть ниоткуда. Вот мне недавно очень близкий мне человек сказал, что не буду называть, вот получили знакомые, получили, перерасчёт сделали, там, пенсионный фонд перерасчёт сделал, кому-то с работы дали. Прямо в такое кризисное время, когда просто царит какая-то разруха непонятная в головах людей, перерасчёты делают людям, деньги отправляют на 4-5 месяцев, у них есть запас денег, еду и отправляют и так далее. Из ниоткуда вот так получается, понимаете? Просто нужно просить силы. Не у меня просить, ещё раз объясняю, может быть, для вас кажется, что это очень малое утешение, ну что там, какой-то заговор, а я вас разочарую, заговор – это как раз то, что вам сейчас нужно более всего, понимаете? Деньги данные вам откуда-то уйдут, вам придётся потом это отдавать, еда тоже закончится, а заговор можно применить всю жизнь, и этот заговор может в данный момент вам помочь выжить, пережить этот кризис и просто выжить наименьшими потерями. Более того, может быть, и не ощущать на себе вот это всё, что ощущают другие люди. Итак, что для этого нужно? Вы должны взять ткань, ну, столько тканей, чтобы вы могли там ножками становиться, ну, полметра чёрной ткани, четыре восковые свечи, обычные свечи, расставить по четырём сторонам света. Далее земля, немного земли нужно в какой-нибудь ёмкости, а вообще желательно в какой-нибудь, ну, в ткани положить прям на пол, вот возле своих ног. Земля, значит, бокал воды, стакан или там чашка воды, ёмкость воды и свеча, это уже в кругу, то есть вы создав, вы четыре свечи ставите по четырём сторонам света, становитесь ногами на эту материю, положите впереди себя, значит, вот ткань с землёй, сзади свечу и по другую сторону, по любую сторону из этих, то есть, где вам удобнее, ставьте бокал с водой или там стакан или там неважно, в общем, ёмкость, в руке держите благовоние, можно фамиам, если у вас есть, нужно читать четыре раза, поворачиваясь на все стороны света. Далее, четыре раза прочитали, стойте, пока эти свечи хотя бы до половины, до половины просто не догорят. Когда догорят до половины, пальцем потушите эти свечи, выпейте эту воду, просто залпом выпейте эту воду, значит, эту землю завяжите в узелок в этой ткани, потушите и ту свечу, которая сзади вас будет. Бокал можете убрать, естественно. Дальше, вот эти агарки свечей и землю вместе с той свечой, которая пятая свеча должна быть в кругу, сохраняйте, вместе собирайте, просто сворачивайте вместе и прячете. И вот эту ткань больше не используйте ни в каких других случаях. Когда время пройдет и вы захотите обновить этот ритуал, землю выносите, посыпайте молча, ничего не говоря, агарки свечей положите рядом, никакие деньги, ничего не ложить, ничего не надо делать. Набирайте новую землю и опять же повторяйте таким же образом. Эту ткань больше нигде не использовать, только в этом ритуале. Поняли меня? Таким образом вы создаете защитный круг, энергетический защитный круг в маленький мир, в котором будет достаток, спокойствие и прочее, прочее. И даже если весь мир будет сходить с ума, в этом кругу будет ваш мир, энергетическое поле, которое будет подпитываться все время достатком, имуществом, помощью из ниоткуда, понимаете меня? Оно будет выжимать из мира, из даже вот этого строги в вашу сторону. И это поможет не только вам и вашим детям. Если вашим детям нету еще 25 лет, то это будет влиять и на их судьбу в том числе. Если есть, значит им самим тоже нужно это провести для себя. Абсолютно там на другой ткани. И это все только для одного человека. Я надеюсь, вы меня поняли. Итак, вам нужны четыре свечи, которые вы расставите по четырем сторонам. Благовонья или фумиам, которые вы будете держать в руке и ходить вокруг. Да, фумиам потом или благовонья можно просто поставить на стол и она истлеет и все. Просто выкинуть это не имеет значения. Далее, ткань черная, можно полметра, ну, чтобы вы могли помещаться там. Земля в маленькой такой материи. Вода, чистая вода. Чистую воду поставьте, потому что вам нужно будет эту воду выпить. Еще одна восковая свеча, которая будет стоять сзади вас. и все это хранить. Это все связующее звено с этими силами, которые придут и будут приходить в вашу семью, в вашу жизнь, чтобы вам помогать. Итак, начинаем. Читать четыре раза. Я не знаю, сколько раз я здесь прочту. Но вы уже поняли, я вам полностью объяснила. Я, наверное, переименую немножко по-другому, но это не имеет значения. Итак, читаем. Обычные восковые свечи. Вот такие вот обычные воск. Вот. Без никаких цветов. Вот. Начали. Небо и земля, огонь и вода, юг, запад, север, восток, печать луны, печать солнца, альфа и омега, заклинаю вас, чертите круг вокруг меня. В этом кругу мой мир, в этом мире я правитель и повелитель. Мой мир устойчив, мой мир богат, сыт и благословлень, благословлен, богами вечными. Земля мое тело, вода моя кровь, огонь мой дух, мой единое целое, сила вселенская, великая, я тебя выбираю, а ты меня выбираешь. Я свой мир создаю, в том мире радость жизни познаю, в моем мире деньги легко приходят, деньги меня всюду находят, собой богатые дары приносят, в моем мире столы от явств монет лопаются, сундуки полны шелка и сукна до всякого добра. Земля мое тело, вода моя кровь, огонь мой дух, мы единое целое, сила вселенская, сила великая, я тебя выбираю, а ты меня выбираешь. В моем мире царит богатство, новые дома, новые дела, и вечный до сих вокруг творится что угодно, но в моем мире сытно и уютно. Я мир свой сотворила, а заодно и вечный достаток получила. От моего могучего слова магические силы пришли в движение, и вселенная услышала мое прошение. исполнила, мою жизнь богатством и миром наполнила, да будет так, вставшая, но ничего, вы поймете. Ничего страшного, пропадает звук, напишем внизу. Небо и земля, огонь и вода, юг, запад, север и восток, печать луны и печать солнца, альфа и омега, заклинаю вас, чертите круг вокруг меня. В этом кругу мой мир, в этом мире я правитель и повелитель, мой мир устойчив, мой мир богат, сыт и благословлен, богами вечными. Земля мое тело, вода моя кровь, огонь мой дух, мы единое целое, сила вселенная, вселенская сила великая, я тебя выбираю, а ты меня выбираешь. Я свой мир создаю, в том мире радость жизни познаю, в моем мире деньги легко приходят, деньги меня всюду находят, собою богатые дары приносят, в моем мире столы от явств ломятся, кошели от монет лопаются, сундуки полны шелка и сукна до всякого добра. Земля мое тело, вода моя кровь, огонь мой дух, мы едины целая, сила вселенская, сила великая, я тебя выбираю, а ты меня выбираешь. В моем мире царит богатство, новые дома, новые дела и вечный достаток. Мой мир благословленный, богами любим и избранный силами, пусть вокруг творится что угодно, но в моем мире сытно и уютно. Я свой мир сотворила, а заодно и вечный достаток получила. От моего могучего слова магические силы пришли в движение, и вселенная услышала мое прошение и исполнила, мою жизнь богатством и миром наполнила, то будет так, что прошу, то получаю, заклято, силой богов закрепляю истинно. Читайте, четыре раза, поворачиваясь на все стороны света. Потом ждете пока немного эти свечи, которые сзади вас стоят. Тут же залпом, нет, нельзя покупную землю, нужно взять землю, землю. Тут же залпом выпиваете воду, потом нужно завязать в этот платок или узелок землю эти огарки свечей, вместе с этой тканью завернуть, закрыть и спрятать. Такие ритуалы вам бы никто не подарил, я вас уверяю. Именно эти ритуалы помогают людям пережить кризис, пережить суд, пережить гонение, пережить преследование и так далее. Вот подобного типа ритуалы и делают ведьмы для людей. А это вы можете делать сами, потому что здесь есть слова-ключи, здесь есть определенные духи, которые вас услышат и придут на помощь. И запомните, только уважая автора этих работ, вы добьетесь успеха. Это не для меня нужно, это нужно для вас. потому потому что человек, который с грязной душой приходит с не просто неуважением, с презрением к человеку, создающему это все, и создающим это, я так просто говорю, относительно слова, на самом деле через меня передают вам, уже готовые вам передают, но как бы там ни было. И если вы приходите неуважая, это вы делаете, чтобы пережить кризис, его можно делать два раза в месяц, не чаще. Чаще нет смысла и очень много уносит сил. Но после этого вы почувствуете, что этот кризис и прочее вас не касается. Действительно помогает пережить этот трудный момент. Уже не первый раз сказано, не второй раз, и много раз люди об этом писали и говорили. Все, просто делайте. Не надо знаете, имитаться, не надо просить, не надо плакать, переживать, надо действовать. Просто действовать. А помните, как я говорила, если боги с вами, то какая разница, кто против вас. Всем удачи!